Prodexpo 2022, третий день выставки. Знакомим вас с интересными людьми, интересными продуктами. Давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Екатерина Святайло, я директор по маркетингу компании Crafty House. Наша компания расположена в городе Смоленске. У нас свое текстильное производство, и мы из экологической тематики. Мы производим вот такие вот скатерти из льна и хлопка, эко-мешочки для хранения и переноски овощей и фруктов, и также производим логотипированные сумки. Как обычные сумки-шопперы, так и вот такие вот винные сумки. Это на самом деле в России вот такие не делает никто, только мы. Конкретно эту сумку мы разрабатывали вместе с французской компанией под поставленную нам задачу переноски многоразовых бутылок для вина, ну и чтобы люди могли унести как можно больше бутылок с собой, потому что, понятно, в пакетах они могут разбиться, разлиться. Сумка секционная, кнопочками застегивается, в общем-то, можно унести сразу три бутылки. Помимо этого, также мы представляем одноразовую посуду, столовые приборы и упаковку. Также вот то, что мы представляем в России на экспорт, это деревянный шпон, столовые приборы из деревянного шпона. Максимально экологично. Получается, у нас в России еще принято брать пластиковые пакеты и идти домой. А получается, в Европе уже все закупаются сумочками удобными, многоразовыми. Это и экологичнее. И в плане этой сумочки, получается, три бутылочки вина спокойно уносятся домой. Да, все верно. В Европе уже второй год действует полный запрет на одноразовый пластик, вплоть до того, что там нет пластиковых ушных палочек даже, они деревянные. Поэтому, конечно, там уже ни пакетов, ни пластиковых вилок, ничего такого нет. Россия, благо наши люди, даже несмотря на то, что границы закрыты, путешествуют много, и уже вкусовые предпочтения у людей тоже меняются. Мы это очень четко видим, что сейчас все больше представители сегмента хорика переходят именно на столовые приборы из дерева и на одноразовую посуду из бумаги. То есть даже если вспомнить, лет 10 назад вы могли прийти в кафе, и ничего страшного, если бы вам налили пластиковый стаканчик кофе, то сейчас это только где-нибудь на вокзале, даже в России может быть, потому что в кафе уже так не подадут вам напиток. И мы вспоминаем, как мы все брали шашлык в пластиковые вот этой тарелочке, когда он сам падает, потому что тарелочка тоненькая падает, он горячий, поэтому бумага, наш все. Ну, кстати, по поводу шашлыка хочу сказать, что мы просто так не разбирались, да, как потребители в посуде. На самом деле, вот то, что сейчас его кладут в полистирольные контейнеры, на самом деле полистирол при температуре выше 40 градусов выделяет вообще нехорошее вещество стирол. И в контейнеры вообще шашлыки класть в такие нельзя, это, ну, для здоровья вредно, на самом деле. А вот у нас есть экологичные контейнеры в нашей компании, которые представлены на нашем сайте, и также наши менеджеры, которые находятся в седьмом павильоне во втором зале смогут представить и проконсультировать по вопросу любой одноразовой посуды, упаковки для любого товара. Замечательно. Наверное, не буду спрашивать, какие у вас планы на выставку. Наверное, захватите ваши продукции вообще весь мир, чтобы все было экологически, чисто и, главное, очень красиво. Тогда пожелаем вам удачи на этой выставке, и, может быть, есть еще что сказать вашим потенциальным партнерам. Хочу поблагодарить вас, на самом деле, это прекрасная возможность, да, представить свою компанию на федеральном портале Retail.ru. Мы очень рады этой возможности. И хотим, конечно же, сказать российским виноделам и пивоварам в первую очередь обратить внимание на вот такой вот мерч, да, для выставок, для корпоративных подарок, как винная и пивная сумка. Это действительно для России такое ноу-хау. Поэтому обращайтесь в нашу компанию, мы обязательно индивидуально сошьем вот такие вот сумки для вас. Спасибо и удачи. Спасибо. До свидания.